Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вот вы знаете, был или до сих пор есть, если даже и есть, то ситуация там не особо хорошая. Так вот, был такой отдельный клиент для МТА на основе там Open Source МТА и так далее, РП Бокс. И таких клиентов существует огромнейшее количество, но самый известный из них это РП Бокс. То есть не все так знают МТА про Винцию, не все так знают какие-то прочие сервера, как вот именно этот самый РП Бокс. И вот не так давно вокруг него ходили прям целые, знаете ли, такие скандалы, конфликты, расследования, разоблачения и так далее. Кто кого кинул, кто как случилось и многое другое. Однако я бы сегодня хотел поговорить немного на другие темы. Так вот, вы знаете, то есть есть вот РП Бокс, а есть просто МТА. И в чем же суть? В чем же суть? То есть для того, чтобы поиграть в РП Бокс, тебе нужно скачать отдельный клиент. Для того, чтобы поиграть в МТА, тебе нужно скачать МТА. Все. Зачем? То есть вы понимаете? МТА это спектр разнообразных серверов. То есть ты там играешь на одном сервере, хоп, вышел в меню, зашел на другой и так далее. На РП Боксе у тебя только серверы РП Бокса и не более того. И вот конкретно вот это вот мне не особо понятно. А также мне непонятно, какие люди вообще играют на РП Боксе и зачем они это делают. Ведь голосовой чат можно реализовать и без вот этих вот всех отдельных клиентов и многое другое. То есть просто зачем? Зачем нужен РП Бокс? В 2019 году, по крайней мере, я вот не могу себе представить. То есть да, там какая-то отдельная большая карта и так далее, но это же можно реализовать в МТА. То есть я категорически против каких-то отдельных клиентов, заебись. То есть ебать, красавцы мужики, вы так классно придумали, охуеть. То есть для того, чтобы поиграть в ебучую GTA San Andreas мне нужно качать миллиард клиентов, заебись. То есть хочу поиграть на РП Боксе, захожу там в клиент РП Бокса. Хочу поиграть на NextRP, захожу, блядь, на NextRP. Хочу поиграть на провинции, захожу на провинцию, блядь, клиент. Пиздец, блядь. Потом, я не знаю, потом может появятся клиенты клиентов, блядь, в котором будут, я там не знаю, еще какие-нибудь клиенты, типа, подбираться тебе для игры. Потому что сейчас уже есть маркетплейс, типа, по типу, там, я не знаю, Яндекс.Маркеты или того, может, блядь, потом будут маркетплейсы, блядь, по поводу клиент-плейсы, там, я не знаю. Просто, пиздец, ты скачиваешь миллиард клиентов, нахуя. Просто зачем, блядь, я просто не понимаю, блядь, миллиард клиентов, охуеть. К чему это приведет потом, нахуй. Я уж молчу о том, что там, блядь, для того, чтобы поиграть просто в самплевом, там нужно что-то отдельное качать. Для того, чтобы поиграть на подделке МТА, нужно скачать отдельный клиент. Вы о чем, нахуй? Вы заботитесь вообще об игроках или нет? Это же просто пиздец. Ладно, когда ты просто вставляешь айпишник, блядь, и у тебя вот... Я даже могу предположить, для чего это делается. Это делается для того, чтобы, когда компания, знаете, вот эта вот обанкротница, по типу, там, РП-бокса или еще какая-нибудь, чтобы они могли майнер вшить в свой клиент, и, то есть, майнить биткоины и прочую какую-то криптовалюту, на компьютерах своих, там, прошлых игроков, то есть, не будущих, а прошлых игроков, и зарабатывать с этого деньги, при этом, там, не оплачивая хост-машину и так далее. То есть, я только так могу найти логичное объяснение для вот этих вот всех клиентов. Меня заебали эти клиенты, блядь. Я хочу поиграть, блядь, на РП-боксе, я должен, вынужден, блядь, качать какой-то клиент. Вот, я хочу поиграть в Майнкрафт, я вынужден опять качать клиент. Ну, тут хоть, ладно, блядь, более-менее как-то сделали. Но в Майнкрафте тоже такая хуета есть. Там, ебать, какие-то... Ну, ладно, там это можно объяснить какими-нибудь, я не знаю, сборками модов, или по типу того, что там в эти клиенты установлены сразу же сборки модов, и ты, то есть, скачиваешь, допустим, сборку, там, от стримкрафта, это самое первое, что я могу вообще вспомнить, это от лол-ложки, по-моему, клиент. А ты скачиваешь, у тебя там сразу Дивайн РПГ, там, Таумкрафт, я, блядь, не помню, как это всё называется, Индастриал Крафт, что-то наподобие того. Тут же, блядь, то есть, всё спокойно можно реализовать в МТА, а не делают какие-то отдельные клиенты. Зачем, блядь? Зачем? Просто пиздец. Потом, знаете, то есть, перестанут быть какие-то ярлыки, то есть, игры будут только ярлыки вот этих клиентов, блядь. Пиздец. И такая же хуета происходит, знаете, со Стимом, там, с этим, с Epic Store Games, там, и так далее. Просто пиздец, это ж неудобно, блядь. Я не знаю, почему вы не думаете об удобстве игроков? Почему нету... Вот, блядь, придумали МТА, это же отдельный, вот, клиент. То есть, вам не нужно запариваться над дизайном, вы можете потратить деньги в нужное русло. Нет, вы, блядь, делаете клиент. Тратите деньги на дизайн, тратите деньги на написание этого самого клиента, там, на скриптах и так далее. Я не понимаю... Нахуя? Зачем, блядь? Ну, зачем? Я... Я не... Блядь. То есть, для САМПа есть отдельный клиент САМПа, для КРМП есть отдельный клиент КРМП, для МТА есть отдельный клиент МВТА. Они на основе вот этих вот клиентов, где опенсорс, где не опенсорс, делают вот эти вот... Вот эту хуйню. За... Для кого, блядь? Для... У меня так эти лаунчеры заебали, господи, блядь, это пиздец. Хочется зайти посмотреть, там, чё на провинции, чё на РП-боксе, блядь. Тут эти, блядь, лаунчеры-клиенты, я не знаю, как они называются. Это пиздец какой-то, чуваки, ну вы ебанутые, или чё я с... Блядь, я не понимаю, это пиздец какой-то, блядь. Что вы за изверги такие? Я ебал, блядь. Не, я вам говорю, чё, если мы сейчас вот эту хуйню всю схаваем, блядь, с этими клиентами, блядь, с этими лаунчерами, потом появится лаунчер лаунчеров, блядь. Где для того, чтобы запустить, там, я не знаю, какой-нибудь РП-бокс, нужно будет зайти в один лаунчер. Из этого лаунчеры выбрать, чё вы хотите запустить, там, самп, крмп, мта, там, из... Там, выбираешь, допустим, самп, из вот этих, из сампа, там, несколько клиентов, из этих клиентов, ты заходишь в один из клиентов, там клиенты, клиенты, клиентов, блядь, блядь, клиентская база какая-то ебаная, что за хуй это, я не понимаю, пиздец какой-то, блядь. Именно РП-бокс меня этим взбесил, потому что, по-моему, РП-бокс это первый, кто такую хуйню сделал. Я просто... Если, блядь, я такой долбоёб, не подообъясните вы мне, нахуй, никто мне не может объяснить. Я задаю вопросы, никто мне почему-то не может дать на них ответ, какого хуя, блядь. Что происходит-то, блядь, я, я, нахуй, я не понимаю, я, блядь, я сдаюсь, нахуй. Это какой-то полнейший, блядь, пиздец. Вы чё, суки, вы террористы, блядь, какие-то ебаны. Это, это не смешно, блядь, вот вы там сейчас смеёй, это нихуя не смешно, блядь. Клиенты клиентов, блядь, ахуеть, да пиздец, блядь, знал бы, нахуй, этот Колкор, блядь, или ещё, как там, Гейб Ньюэлл, блядь, к чему приведут эти клиенты все это, пиздец. Клиенты, они же должны упрощать жизнь, блядь, хули, она, блядь, усложняется от этого всего. Пиздец, каждому, блядь, каждому дилетанту ебаному хочется сделать какую-то хуйню, хочется сделать свою. Да нахуя он нужен, блядь, в сан, ты чё, ты еблан, я не, что за пиздец, я, блядь, я не понимаю, нахуй. Ну ты, блядь, ну нахуя, нахуя ты, блядь, делаешь тебе отдельные клиенты, нахуя. Они абсолютно не нужны, ладно, похуй, мне похуй, делай отдельный клиент, делай. Ну хули ты не реализуешь возможности, которые у тебя появляются с отдельным клиентом, блядь, абсолютно нихуя не реализован. То есть, все равно, что ты бы заходил из официального клиента, блядь, МТА, все равно, что ты заходишь, блядь, из официального лаунчера РП-бокса и так далее. И, блядь, если вы думаете, что я там вначале сказал про майнинг криптовалюты, и так же, что это все хуйня, нет, блядь, нет нахуй. РП-бокс, если вы, мало ли, устанавливаете, блядь, какой-то другой лаунчер, там, более всего это распространено на Next Roly Play. Если у вас стоит РП-бокс, и вы там ставите Next Roly Play лаунчер, то он удаляется, его не дает поставить просто. Или там, допустим, у вас NextRP уже на компьютере находится, вы ставите себе лаунчер РП-бокса, NextRP нахуй удаляется. Пиздец, блядь, такой пиздец, я просто не понимаю, блядь, РП-бокс это просто какая-то параша, я, блядь, я не понимаю нахуй. Как такое можно сделать, я хуй пойму, это про, это какой-то полнейший пиздец, блядь, не, это, это охуеть, чуваки, блядь, вот такую хуйню сделать, это, это, блядь, надо быть, я не знаю, колкором, блядь, Гейб Ньюэлом нахуй. Пиздец, пиздец, блядь, да что за, я не понимаю, нужно, блядь, стремиться к тому, чтобы вот этих лаунчеров, вот этих побочных клиентов, из которых ты запускаешь вот эту вот игру, их было меньше. Нет, вы, блядь, делаете, чтобы их было боль, да нахуя это надо, блядь, ну вы что, нахуя, просто зачем, блядь, нужны эти клиенты, зачем, блядь, я предлагаю, нахуе, знаете, что делать, устанавливать клиенты потом и удалять их, как вам такое, а? То, что я буду заходить, ебать, на сервера без клиентов, ммм, вот так вот, то есть, чтобы у них скачивания росли на сервере, это статистика по скачиваниям, блядь, а на сервере на них никто не играл, блядь, у РП-бокса, насколько я знаю, на сайте есть статистика по скачиваниям, блядь, так вот, скачиваем, блядь, клиент РП-бокса, устанавливаем его, или можно даже не устанавливать, я не знаю, как это работает, и удаляем, не заходя на сервер, всё, блядь, всё, это война, нахуй, РП-бокс, РП-бокс, это просто война, блядь, это, я, блядь, меня настолько это взбесило, это какой-то полнейший, блядь, пиздец, это, сука, как же зубы скрипят просто от этой хуйни, это, это невозможная ебала, это, это, блядь, пиздец, хуепуталы вот эти вот жирные там сидят, блядь, и делают, нахуй, всю эту хуйню, по типу вот этих лаунчеров, блядь, это, да нахуй нужны эти лаунчеры, блядь, нам, дайте нам нормально поиграть, нахуй, в сам КРМП и так далее, блядь, придумали уже лаунчер, нахуй, изобретать велосипед-то второй раз, я нихуя не понимаю, блядь, ну, пиздец, ну изобрели же, нормально сделали, блядь, сам МТА, там и прочие клиенты работают без перебоев, нет, надо сделать какую-то свою, блядь, авторскую поделку, которая нахуй никому не нужна, зачем, блядь, я просто не понимаю, ладно, неважно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, не создавайте клиенты на основе, там, сам КРМП и МТА и всего-всего прочего, в общем, ладно, всем спасибо, всем пока.